Всем привет! С вами школа Inlines. Меня зовут Иван Зылёв. В этом уроке я покажу, как создать шланг для лейки инструментом сдвиг, который находится в разных плоскостях. Внимание на экран. Вот что мы создадим. Вот такой шланг, который выходит из одного отверстия, которое находится ближе к стене, приходит отверстие, которое находится дальше от стены, при этом на виде спереди всё имеет следующую форму. Форму капли. Удаляем. Удаляю то, что я создавал. И первое, что мы должны сделать, это создать опорную плоскость для первой половины нашей капли. Как её создать? Мы должны найти точку начала, но она есть. Это центр данного цилиндра. А внизу мы должны построить точку, которая будет находиться ровно посередине между осями первого цилиндра и цилиндра, куда придёт наш шланг. Для этого будем использовать временные линии. Можно использовать линии модели, либо символические линии. Это не имеет значения. Привязываясь к центру, создаю следующую форму. Горизонтальная линия поможет мне понять, где находится центр. Выбираю центр горизонтальной линии, опускаюсь вниз до опорной плоскости. И в точке пересечения можно создать линии модели, небольшой круг. Готово. Всё. Вспомогательные линии удаляем, которые нужны были для нахождения точки. Точку оставляем. Создаём опорную плоскость. Создать. Опорная плоскость. Первая точка. Вторая точка. Помним, что опорная плоскость, она у нас бесконечна, поэтому мы можем вверх и вниз растянуть, чтобы не создавать лишних линий. То есть сначала и конец, то, что мы создавали, это условные точки. На самом деле их не существует. Обязательно называем нашу опорную плоскость, например, единица. После того, как мы её назвали, переходим на вид спереди. И перед тем, как создавать форму, зададим рабочую плоскость вида. И выберем опорную плоскость, которую мы создавали. Опорная плоскость 1. Если показывать на 3D, и зададим опорную плоскость для 3D, то вот это такая наклонная опорная плоскость, которую мы только что создавали. И на этой плоскости мы будем сейчас рисовать. Переходим на вид спереди. Рисуем. Начинаем рисунок с чего? Выбираем инструмент. Либо линию модели, либо вспомогательные линии. И то и другое позволит вам нарисовать, создать сдвиг в разных плоскостях. Но линии модели, они отображаются в 3D в проекте. Вспомогательные линии не отображаются. Но линии модели выглядят немного аккуратнее. И ими чуть проще управлять. В 3D, поэтому буду создавать с помощью линии модели. Выбираю этот инструмент. Опорная плоскость уже задана правильная. И инструмент выбираю дуга по начальной и конечной точке и радиусу. Нахожу центр нашего круга, середина. Веду в сторону под углом 45 градусов на расстоянии где-то 240 миллиметров. Кликаю мышкой. И ревит мне сам подсказывает привязку, чтобы я создал дугу в 90 градусов. Кликаю. Готово. Нажимаю два раза Escape. После того, как дуга готова, хватаемся за верхний маркер, перетаскиваем ее чуть выше. Где-то на угол 130, 133. Готово. Вот это первая часть нашей капли. Создаем линии модели. Продолжаем. И выбираем инструмент дуга с касанием в конечной точке. Этот инструмент позволит нам построить из верхней точки нашего дуги по нормали. То есть в этой точке не будет перелома. Тугу, которая нам нужна. Вот сюда заводим. Чуть-чуть в тело, чтобы оно заходило. Линия эскиза. Все. Готово. Теперь выделяем. Нажимаем инструмент зеркала. Галочку копировать не снимаем. Пусть эта галочка стоит. Копируем. Смотрим на 3D. Мы нарисовали объемную, точнее плоскую, рабочую линию, линию модели на плоскость. Но это не наша задача. Наша задача вторую часть, которую мы как-то отзеркаливали, повернуть еще таким образом, чтобы она пришла в цилиндр около лейки. Что мы для этого должны сделать? Переходим на вид слева. Если выделение слетело, то нужно выделить перед этим снова, либо на 3D, либо на виде спереди, две левых линии модели. После этого инструмент зеркала построить ось. Галочку копировать снимаем и выбираем за первую точку оси отзеркаливания центр нашего круга. Но на самом деле мы должны выбрать, если у вас, например, круга нет, и вы создавали по-другому, самый низ нашей линии модели, которую мы создавали. Через таб мы сейчас можем выбрать, слева вниз смотрим, конточка, линия модели. Если у вас круг не создавался, то можете выбрать эту точку. Опускаем вниз, кликаем на клавишу мыши, опускаем вниз, отзеркаливаем. Готово. Теперь у нас получается вот такая вот развернутая, грубо говоря, спираль с раскрытыми концами. Ну и теперь можно создавать объем на основе этой линии. Создаем сдвиг. Выбираем не эскиз траектории, а выбрать траекторию. И прокликиваем линии модели. Дальше создаем профиль. Нажимаем редактировать профиль. Рисуем из центра красной точки. Круг радиусом 8. Подтверждаем создание профиля. Подтверждаем создание сдвига. Готово. Можем теперь кружочек удалить. И убираем видимость опорной плоскости. Готово. Без артефактов. С отображением в режиме скрытая линия. Без дополнительных состыковок. Состыковок. Очень красиво, аккуратно все получилось. Единственный момент. Пришел я, в принципе, нормально в цилиндр. Но вышел не очень хорошо. То есть, немного не попал. Что мне в этом случае делать? Перехожу на вид спереди. Линию модели. Одну удаляю. 3D при этом не удалится. Но потом ее нужно будет перестроить. Выбираю инструмент создания. Не забываю задать правильную рабочую плоскость. Но она уже задана по умолчанию правильно. Линия модели. Инструмент. Дуга с касанием в конечной точке. И рисую чуть правее. Вот здесь. И в 3D выбираю сдвиг. Редактировать сдвиг. Выбрать страекторию. Удаляю верхнюю кромку. Нажимаю выбрать 3D кромки. И выбираю новую, вновь созданную мной линию модели. Готово. Теперь пришли более аккуратно. Дальше можно попробовать соединить. Чтобы появилась линия. Все. Задача выполнена. Таким образом можно создавать различные гибкие элементы. Не только шланги для лейки. Но и все, что похоже на это. С вами был Иван Зелев. Школа Inlines. И до встречи на канале. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok